Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как GTA 5 и Самп, и сравнить два этих мультиплеера. Хочу отметить, что сейчас я играю на сервере RevantRowPlay, ссылочка на его группу, также айпишник будет в описании, и действительно можете зайти поиграть, сервер как по мне классный. Так вот, а теперь давайте поговорим о сути ролика, и я хотел бы сравнить две эти платформы. Так вот, давайте начнем с первого пункта, и первым пунктом я, наверное, выделил под этим словом оптимизация, я подразумеваю какую-то, знаете, такую техническую составляющую игры. К примеру, тот же Rassinchron. Начнем с того, что да, я согласен, что сравнивать эти мультиплееры немножко, скажем так, нечестно, так как Самп, он просуществовал уже 10 лет, и в этом году, уж если я не ошибаюсь и в августе, могу ошибаться, Самп исполнится 11, черт возьми, лет. GTA 5 такой продолжительностью похвастаться не может, и мультиплеер на движке GTA 5 просуществовал пару месяцев под силой. Ну, нет, на самом деле больше, потому что разрабатывался он уже с где-то осени 2016-го, И тут Самп действительно является фаворитом, потому что прошло очень много времени, и, возможно, в начале, да невозможно, а, конечно, в начале были же такие проблемы, как и у GTA 5, тот же Rassinchron, но со временем стали что-то изменять, менять, оптимизировать, улучшать, и в итоге вот то, что мы видим сейчас. К примеру, в Сампе сейчас на хороших серверах, где хороший хостинг и стабильная поддержка сервера, я сейчас не имею в виду какие-то нубы РП, которые открыты на непонятном хостинге, к примеру, возьмем тот же Diamond или тот же Revend, где все, по сути, стабильно, так как хороший хостинг, хорошее соединение, и, то есть, пинг, если 66, это вполне хороший пинг, и самое главное, играбельный, и тут нет какого-либо рассинхрона, если кто не совсем понимает, о чем я говорю, вот смотрите, к примеру, я что-то пишу в чат, к примеру, приветствую тебя, дружище, и у какого-то другого человека, опять же, если у него не какой-то там модем, на котором осталось 15 мегабайт, то есть, он сидит уже из последних сил, задыхает свой, там, бинг под 15 тысяч, он такой, чё, какой привет, ты чё, сейчас КВК отвечу, там весь трафик закончится, нет, я имею в виду нормальный интернет, то есть, если у тебя нет с этим проблем, то ты моментально увидишь это сообщение, также, что касается каких-то систем, или же чекпоинтов, и если ты поставил чекпоинт, и наехал на него, то ты моментально получишь оповещение о том, что доехал, и он пропадет, в GTA 5 всё намного хуже, я сам делал небольшой ролик, что-то типа первого мнения о GTA 5 RP, ссылочка на него тоже будет в описании, если кому интересно, можете глянуть, и там, действительно, я пошёл работать грузчиком, работа, она ничем не уникальная, не привлекательная, то же самое, что в Sambi, просто с хорошей графикой, и там было действительно жёстко, так как я взял сумку, но в игре у меня не отобразилось, а в игре отображалось, вот реально через секунд, наверное, 10, где-то 15, вот это, согласитесь, это очень много, то есть на такой вот стабильной игры, если учитывать 15 секунд, то есть какое-то действие отображается, это прям капец, и поэтому оптимизирован Sambi намного лучше, да взять тот же FPS, да, как бы это глупо не звучало, Sambi уже и старая игра, но тут действительно всё оптимизировано, в GTA 5, RP, чтобы просто одно сравнение, я не думаю, что у меня было что-то с GTA, я, например, зашёл в сюжетный режим, побегал, что-то поделал, всё нормально, потом зашёл просто в GTA Online, где поддерживают сервера Rockstar, зашёл, поиграл нормально, после я захожу на RP режим, и у меня FPS намного был меньше, я проверил это и с записями, то есть у меня в одиночке и в GTA Online был FPS больше при записи, чем в GTA 5 RP, опять же, можно сделать вывод, что мультиплеер, как мне кажется, не оптимизирован, я не очень силён в этих делах, то есть я прям, знаете, такие данные взгляды имею, то есть примерно представляю, как это происходит, но прям в точности сказать не могу, поэтому, возможно, просто придирка, но как-то странно, согласитесь, что в синглплеере и в онлайн GTA было всё нормально с FPS, то есть в GTA Online RP FPS было меньше, то есть тоже как-то не очень понятно, поэтому за оптимизацию плюсик я отдам Сампо, но в следующем критерии у Сампо почти что нет никаких шансов, поговорим про графику, понятное дело, в GTA 5 с графой обстоит всё намного, 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 так можно пересчитать бесконечное количество раз лучше, опять же, просто из-за того, что Сампо игра 2004 года, не Сампо, а именно GTA San Andreas, то есть на какой платформе стоит, собственно, Сампо, а GTA 5 игра 2013 года, я думаю, что разница в годах, она действительно есть, 9 лет как-никак, и тут да, GTA 5, она по сути выигрывает, но, во-первых, в Сампе есть мода, и сейчас, то есть мы видим, игра выглядит, понятное дело, сравнивать её с GTA 5 просто тупо, так как, ну, сами посмотрите, но, учитывая то, что если сравнивать её с игрой без каких-либо NB модов, она выглядит более-менее лучше, то есть, согласитесь, визуальные изменения, она выглядит более приятно, и, не знаю, это действительно прикольно, да, понятное дело, в GTA 5 там различные и огромные там шейдеры, тени, прорисовка там отличные персонажи, то есть всех морщин и так далее, такого в Сампе нет, но в Сампе есть и различные ENB-шки, к примеру, есть ENB, то есть из моей серии, то есть вот мой ENB, и его тут можно настраивать, как вы видите, что у меня много эффектов выключено, также, если поставить его на максимум, скачать уже готовый, то есть я скачивал, у меня лагал сам, вот, серьёзно, у меня лагал сам, картинка там была лучше, то есть, к примеру, когда у меня, по-моему, FPS в GTA 5 было больше, чем в Сампе, на полном серьёзе, когда я зашёл и начал играть с этим ENB, то есть он действительно намного лучше графу делал, то есть он добавлял тени, добавлял какой-то, знаете, такой, ну, игра с ним действительно сочнее, то есть я бы не сказал, что это игра какого-то там 2004 года, то есть, потому что, да, Самп вышел в 2006, но построен Самп на игре, получается, 2004 года, но всё равно, какой бы хорошая графика в Сампе ни была, в GTA 5 графика намного лучше, поэтому тут плюсик я отдам GTA 5, так как тут даже, ну, просто Самп, это не соперник GTA-шки, которая пятая, но дальше давайте рассмотрим тот критерий, который сам победит, пока что, то есть, как бы это ни звучало, у многих GTA 5 просто не идёт, то есть, серьёзно, я знаю много людей, то есть, подписчиков и просто людей, которые писали, то есть, о различных ENB, сколько он жрёт FPS, то есть, как бы про этот, то есть, даже если вы зайдёте под мои ролики, под некоторые, где я обозреваю различные ENB и так далее, то есть люди действительно переживают, сколько он будет жрать FPS, потому что у них может лагать, хотя, по-моему, типа, этот ENB, он вообще на таких вот не очень мощных компьютеров, так как он особо, он просто делает игру мягче, то есть, цветокоррекция становится другой, а так он, по сути, ничего и не меняет. И даже, по-моему, если взять какой-то я видел ролик, уж не помню, какой я, где чувак решил, блин, вот серьёзно, не вспомню, я видел ролик, где чувак решил провести такой опрос, где люди выражали своё мнение лайками или дизлайками, и там он спрашивал, если ваш компьютер потянет GTA 5, поставьте лайк, если ваш компьютер не потянет GTA 5, поставьте дизлайк, и статистика была один к одному, то есть, одинаковое количество лайков на одинаковое количество дизлайков, и если брать подробные числа, по-моему, около, не знаю, как сейчас, просто уж, наверное, не смогу найти тот ролик, около 2000 лайков на 2000 дизлайков, если не ошибаюсь, было где-то так, и понимаете, что у многих людей, хотя я уверен, что лайки некоторые поставили просто потому, что видос понравился, а в этом опросе они даже не участвуют, типа, ну чё это я буду ставить дизлайк, если ролик хороший, поэтому я уверен, что у большинства людей GTA-шка не потянет, и давайте проведём абсолютно уникальный эксперимент, который я нигде не подсмотрел, а придумал сам, да ладно, думаю, так все поняли, дизлайк ставить не нужно, хотя если ролик вам не понравился, то можете, то есть, опять же, дизлайком и не лайком вы выражаете ваше отношение к видео, а напишите в комментариях, то есть, просто, привет, бурбон, меня GTA-шка потянет, либо вот, мой комп не потянет GTA-шку, просто мне тоже будет интересно узнать из каких людей, вот, которые подписаны на меня, GTA пойдёт, а у сканких не пойдёт, и мне кажется, что статистика будет неутешительной, потому что некоторые начинают играть в сам, из-за того, что тут плохая графика, а постная игра как-то уж нравится, то есть, хотя у меня комп вроде бы, более-менее нормальный GTA-шка, то он без записи, точно без лагов каких-то тянет, и когда я поиграл в GTA 5, мне, честно, не очень понравилось, поэтому системные требования получает ещё один плюсик сам, потому что тут он является действительно фаворитом, и GTA-снандрес без каких-либо модов и так далее запустится, наверное, уж уж прям на самом слабом компе, который сейчас останется у людей. Следующий плюс — это разнообразие. Пока что я могу сказать, что сам он разнообразнее, потому что существует прям, да, действительно, наверное, несколько десятков хороших, подчеркну, что не просто серверов, а хороших, с уникальным модом серверов, которые действительно радуют, во-первых, обновлениями, и, во-вторых, это вообще своим геймплеем, то есть, есть много различных функций, каких-либо работ, систем, организаций и прочего-прочего-прочего. GTA 5 таким же в данный момент, по крайней мере, порадовать не может. Понятное дело, если заглянуть в ближайшее будущее, то, как мне кажется, GTA, то есть, когда я начну тут развивать, я слыхал, что и Diamond тоже делают либо свой мантиплеер, либо они ищут людей, у которых есть, то есть, стабильный мантиплеер, зная то, что они тоже собираются создавать свой сервер в GTA 5. И, понятное дело, функционал будет намного шире, потому что в GTA 5, в априори, есть больше возможностей, чем в San Andresi. И тут я, наверное, знаете, поденю так, по ноль целых... Нет, давайте прям вот честно, в данный момент, возможно, примерно такой же ролик я сделаю через какое-то время, когда GTA 5 РП уже освоится. То есть, пройдет там полгода-год, и уже появятся какие-то годные сервера, какие-то системы и так далее. Сейчас побеждает сам. Взять тот же Diamond, Arizona, Revend, да чёрт возьми, даже Advanced. То есть, эти сервера, они уникальные, то есть, у них есть свой, как минимум, мод. Хотя, как мы знаем, Diamond это переделанный изначально Advanced, а уже постные, это тот случай, когда они взяли идею у сервера, а постные обошли тут серверы по онлайну и по известности. Ну, на самом деле, вот так вот. Но действительно, есть немало хороших серверов, тот же Stage, Gambit, Veil, Pierce Project. То есть, действительно, немало серверов, которые способны порадовать своих игроков какими-то уникальными системами, которые, допустим, ты до этого ни разу не видел. А в GTA V, поскольку пока что всё начинается, я не увидел ни в роликах каких-либо людей, ни в самой игре, когда играл, чего-либо такого уникального. То есть, основа, понятное дело, взята с Sampo. Также, поскольку называются сервера RP, то на них нуди должны играть роллплей. И тут в Sampo обстоит всё намного лучше, потому что в Sampo хотя бы есть люди, которые понимают, что такое RP, как его играть, зачем оно нужно. То пока что в GTA V, когда я заходил на всех роликах, которые я смотрел, я не видел ни одного ролика, где чувак отыгрывал RP, либо в видео, в котором бы отыгрывали RP, туда просто заходят сейчас повеселиться. Хотя там и повеселиться нельзя, скорее заходят, чтобы побегать и поработать грузчиком, или же автобусником. Ну просто серьёзно, я не буду уверять, но просто я не видел, что в каком-либо ролике, да и сам не проверял, так как играл я не так уж и много. Есть ли там вообще команды типа слэш ми, там слэш дон, либо какие-то другие, которые выполняют по сути то же самое, то есть сделал какое-то действие там и так далее. Поэтому называть их RP серверами, по-моему, нельзя, так как, да, ты играешь по сути свою роль, но просто для себя, а с другими игроками, то есть там просто все, там, не знаю, есть вообще ОС чатами, нет, так как там просто все в IC чат флудили, типа дай права и так далее, то есть никто даже не старался хоть немного отыгрывать RP, отыгрывать свою роль какого-то там мужика, либо девушки, ну, не знаю. Поэтому за RP плюс тоже сампу. Уже ролик будет для вам подходить к концу, можно еще, в принципе, озвучить какие-то плюсы, но я думаю, что пока что самп, он в них победит во всех, то есть чем лучше GTA-шка? Только своей графой и в изначальном своем плане, то есть если ее развить как самп, то есть пройдет 10 лет, у ней функционал, понятное дело, будет больше, то есть там можно выбрать своего персонажа, а не просто скин, одевать его по-разному, лучше тюнить свою машину, то есть там какие-то другие работы более крутые, более крутые бизнесы, потому что там прям много есть функций, делать все какие-то татушки и играть в это с хорошей графикой. Но пока что это еще не реализовано, и те сервера, на которых я играл, ну, просто как-то скудно, неинтересно. Там даже вот как я играл на API, это был открытый бета-тест даже, то есть сервер, по сути, еще и не открылся. Пока это все очень сыро, и в начале, ну, уже как март, в конце марта 2017 года, я с уверенностью могу сказать, что пока что вот сначала говорили, как тонко выйдет GTA 5, что все, все сервера сам поопустеют. Ну, я заметил, как все сервера сам поопустели, зайдите на те же сервера, я не думаю, что хоть на каком-то сервере, за исключением, если не сервер говно, привет Адвансу, онлайн как-то снизился, то есть, не знаю, пока что GTA 5, она не является какой-либо играбельной. И понятное дело, что пройдет время, у всего есть свой конец, и, скажем, через года, наверное, 2-3 действительно аудитория, которые есть хорошие компы, а почему именно через 2-3? Во-первых, тогда сделают уже нормальные сервера, то есть будут делать какие-то обновления, тогда уже выйдет какой-нибудь хороший мунтиплеер, мунтиплеер, то есть не как сейчас их там прямо с несколько десятков, то есть на этом нетворк, по-моему, АВБ, что там, короче, действительно много различных мунтиплееров. Ну и да, хотел бы помнить про то, что вот сейчас самый, наверное, известный мунтиплеер, это нетворк, он работает на версии платной GTA, то есть стимовской, которую нужно покупать, а сам, то есть ты не покупаешь, ничего не делаешь, просто скачал в бюстон эту GTA, уснул на нее сам, и все, минутное дело. Поэтому, чуваки, пока что с уверенностью, то, что говорили, как только, вот серьезно, многие заверяли, как только выйдет GTA 5, РП, все, какой бы она ни была, все, все уйдут играть в нее, да ни хрена подобного, вышла GTA 5, и никто в нее особо и не играет, серьезно. Поэтому, да, скорее всего, люди переберутся, но будет это через несколько лет. Такой получился Роник, и в заключении могу сказать, что пока что, если сравнивать сам по GTA 5 РП, то сам является прям вот даже, наверное, не соперником, это, знаете, как сравнивать чемпиона по бегу и такого вот чувака, который просто бегает по утрам в свое удовольствие, то есть даже не на скорость, то есть такое вот. Поэтому, чуваки, надеюсь, что Роник вам понравился, и вот как бы обломитесь тех, кто говорил, что вот, GTA 5 выйдет, все уйдут из Сампо, Сампо говно, а ЗАЗА просто капец. Во многих роликах такое было, когда анонсировали только GTA 5, прям вот все, те, кто снимали Сампо, все, ваш Сампо говно, он умирает, к черту Сампо, пошлите в GTA 5. Ну что, как сама GTA 5? По-моему, сейчас она особо и не играбельна. И такой получился ролик. Надеюсь, что вам понравился. С вами был Бурбон, который играл на сервере Revent Roleplay, IP есть в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!